Инициатива городжан плюс допомога уладов, как выник сучасная коллектронная система у приватным секторе. По такой схеме развиваются подеи по улице Вильшицкой у областным центры. На рычаг это первый приклад у городе, когда же хары приняли и долевый отдел у финансования будовництва канализации на своей улице. Наши корреспонденты побывали на месте. Думки побудовать тут канализацию были еще у 2060-м. Однако справа далеко не зашла, узгадывая Татьяна Корсакова. Татьяна сама собрала сход, заручилась в поддержку соседей и пошла в администрацию района. И зарегистровалась в поживецкий кооператив. Мы живем в городе, мы живем в 21 веке. Мы хотим, чтобы у нас и у наших детей были все комфортные условия жизни. Для этого люди должны немножко пошевелиться и немножко потрудиться. Члены товарыства, а это 24 дамы, поклали на рахунок по 5 миллионов 800 тысяч рублей. Сродка ухопила, чтобы закупить необходимые материалы для коллектора. Улады со своего боку забеспечили подрядчикам. И все лето с уместными намаганиями завершили прокладку канализации. Те улицы или те участки улиц, которые изъявят такое желание, конечно, мы будем помогать и техникой, и будем выполнять подрядные работы. И будем в первую очередь выделять именно на такие участки и для таких людей деньги. Теперь осталось изробить только помповую станцию и коллектор запрацуе, как обещая подрядчик у Липени. Конечно, надо. Это однозначно. Чем машину нанимать, как говорится, чтобы все шло, это своим чередом. Так и приклад по кульпершему Могилёве Йон подтвердил. Доброе упорядкование в руках самого Жихара. Это наш дом, это наша страна, это наша семья. Если мы не захотим жить лучше, никто нам этого не подарит и не принесет. Олеся Рыбалка, Александр Артемьев, Новины Регион.